В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пелепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Цена не соответствует заявленной. Что делать, если на кассе просят больше, чем указанными оценниками? Карманное Евангелие и Семейные Библии Саровское благочиние приглашает на выставку православных книг. Борьба за титул чемпиона в Сарове началась с первенства школ по волейболу. Далее расскажем обо всем подробно. Как заявляют некоторые магазины, сейчас происходит переоценка товара, поэтому цены постоянно меняются. Из-за этого многие продавцы пренебрегают установкой ценника на товар. Что делать, если нет стоимости на товар или цена не соответствует заявленной на прилавке? Расскажем далее. Цены меняются, стоимость товара уточняйте на кассе. Такие вывески сейчас можно увидеть во многих крупных сетевых непродовольственных магазинах. Часто такая информация сопровождается отсутствием ценника на тот или иной товар. И это незаконно, отмечает консультант сектора потребительского рынка Татьяна Кондратьева. К моменту открытия магазина персонал весь ассортимент обязан переоценить, чтобы покупатель на каждый товар мог видеть ценник. Чтобы навести порядок, ну, наверное, нам всем вместе нужно, безусловно, об этом говорить. Если мы увидели отсутствие ценника, обязательно обращаемся в первую очередь к администрации магазина и указываем им на этот факт, что у вас нарушается закон о защите прав потребителей, вы не предоставили ценник на товар. Если руководство магазина негативно отреагировало на ваши замечания, то следующий шаг – отправить свою претензию с прикрепленным фото или видеоматериалом на официальный сайт Роспотребнадзора. Есть раздел «Обратная связь» и туда уже факты нарушения, где четко уже можно будет только идентифицировать обязательно продавца. А не вот безликая полка, где просто нет ценника, а так достаточно объемный, может быть, короткий видеосюжет, либо полноценная фотография, где четко можно понять, что это за магазин. Взяли товар по той цене, которая указана на прилавке, а на кассе вам пробивают по другой стоимости – это также нарушение закона. Руководство магазина обязано продать продукт по цене, указанной на ценнике. Если вы столкнулись с несоответствием, то сначала следует обратиться к администратору товарной точки и попросить вернуть разницу в сумме. Если в устной форме не удается этого сделать, потребитель обязан написать письменное требование в свободной форме на имя директора магазина от своего имени заявление. Описывается факт, когда, в какое время был куплен товар, по какой цене и что было пробито в чеке. Если после этого магазин отказался удовлетворить ваши требования, тогда следующий шаг – обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением. Администрация Сарова помогает жителям в консультировании по подобным спорным вопросам. Вы можете обратиться к консультанту Департамента экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства по телефону 3 30 58. Доля штамма стелс-омикрон в заболеваниях коронавирусной инфекции в России составляет уже около 80%. Об этом сообщил Роспотребнадзор. При этом, по словам главы ведомства Анны Поповой, показатель заболеваемости ковидом в РФ по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Руководитель Роспотребнадзора отметила, что к отмене ограничений нужно подходить поэтапно и согласно текущей обстановке в каждом конкретном регионе. В ином случае возникают риски нового роста заболеваемости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом ожидается в апреле. Глава облминздрава уточнил, что в некоторых европейских странах число зараженных растет уже пятую неделю. Совсем скоро шестая волна может захлестнуть и Россию. По словам Мелик-Гусейнова, скорость распространения ковида будет зависеть от интенсивности авиасообщения. Свести к минимуму вероятность летального исхода можно только сделав прививку, причем вакцинироваться надо в самое ближайшее время. Во время эпидподъема медицина снова будет испытывать сильные перегрузки, заключил министр. В России создадут систему контроля доступности лекарств, заявила Татьяна Голикова. С помощью онлайн-учета специалисты будут отслеживать запас необходимых лекарств в регионах. Вице-премьер добавила, что сегодня в России достаточно жизненно важных препаратов для медорганизации граждан. Кроме того, по ее словам, у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов медикаментами. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. Саровский драматический театр вернулся с гастролей из Чебоксара. Это стало возможным благодаря участию в проекте «Большие гастроли. Межрегиональная программа». Зрителям Чувашской республики показали пять спектаклей «Охота жить» по рассказам Шукшина, мелодраму и мимолетам, комедию игроки и сказку «Пудинг на завтрак, том на обед». Теперь Саров ждет ответного визита. С 28 по 30 апреля на сцене нашего театра выступят актеры русского драматического театра из Чебоксар. Гости покажут пять спектаклей. Билеты на них еще есть в продаже. В культурно-просветительском центре Саровского благочения открылась выставка «В начале было слово». Экспозиция посвящена дню православной книги. Саровчане могут рассмотреть и полистать издания Священного Писания XVIII-XX веков, карманные Евангелия, семейные Библии и много других экспонатов из коллекции саровских священников. Карманное издание Евангелия предназначено для бесплатной раздачи солдатам, уходящим на фронте Первой мировой войны. Библии, изданные в XVIII-XXX веках. Богослужебные книги, карманные Евангелия, семейные экземпляры священных книг в металлическом, кожаном и бархатном окладах, и даже атеистическая Библия XX века. Выставка «В начале было слово» совсем небольшая, чуть более 20 экспонатов. Но и этого достаточно, чтобы прикоснуться к прошлому и ощутить, как книги сами рассказывают историю. Идея выставки принадлежит отцу Александру Сухоткину. Он большой любитель старинной литературы. И много экземпляров, которые представлены у нас на выставке, предоставлены именно им. Еще большая часть экземпляров – это то, что люди приносили в течение многих лет в храм всех святых. Самая древняя книга выставки издана в 1779 году при императрице Екатерине II. Это тот редкий случай, когда немного известна история этого экземпляра. Следованный псалтырь принадлежит семье Паярковых. Для своего возраста книга сохранилась в достаточно хорошем состоянии. Скорее всего, псалтырь бережно хранилась в роду и передавалась из поколения в поколение. На полях этой книги отмечены события из жизни этой семьи. И самое главное – рождение, смерть и вступление в брак. И записи эти есть и 1700 какого-то года, и более близкие к нам, в начало XX века. То есть можно проследить истории этой семьи по этой книге. Хотя многие экземпляры выставки находятся в ветхом состоянии, многие из них все-таки можно осторожно потрогать и плестать. Выставка «Вначале было слово» будет работать до Пасхи. Посетить ее можно в часы работы магазина «Церковная лавка» по адресу Проспект Мира, 50. Чтобы договориться об экскурсии по выставке с более подробными комментариями, можно обратиться к Роману Сванидзе по телефону 8-910-880-2400 без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Зато вместе фест. Саровчан приглашают узнать все об ивент-индустрии Сарова. Эксперты в сфере развлечений, диджеи, ведущие и организаторы мероприятий расскажут об инновациях в праздничной индустрии, антикризисных тактиках и ответят на вопросы. Как сделать праздник ярким и незабываемым, но при этом за адекватную цену? На чем можно посоветовать сэкономить при организации торжества? А на каких услугах настаивать, как на ключевых? Вопросы, которые ставят в тупик многих организаторов праздников, особенно если у них не слишком большой опыт работы. Поэтому специалисты ивент-индустрии решили провести первый Саровский фестиваль «Зато вместе», чтобы поделиться друг с другом знаниями. В эту субботу планируем сделать некое комьюнити, сообщество, где непосредственно специалисты ивент-индустрии будут общаться на важные для них темы. Но сама идея к нам пришла из соцсетей. Мы увидели подобные проекты во многих крупных городах нашей страны и решили поддержать. На фестивале выступят кондитеры, фотографы, оформители, ведущие, координаторы и другие спикеры. Будут и специальные гости из столицы региона. Цель фестиваля – донести до саровских эвент-специалистов все самые новые тенденции. Один из важнейших вопросов – как быть с ценами на услуги в сложившейся экономической ситуации. У нас будет онлайн-трансляция спикеров Нижнего Новгорода. Будем рассказывать про услуги свадебного организатора, бьюти-сфера, фотографа, ведущие. Все те люди, которые причастны к нашей праздничной индустрии. Для лиц старше 18 лет вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8 908 154 74 51. Заявку также можно оставить в группе ВКонтакте «Эвент-встречи Саров». В Сарове началось традиционное первенство школ города по волейболу среди девочек. За титул чемпиона борются шесть сильнейших команд. Они играют по круговой системе. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Команда 10-й школы перед началом игры чувствовала себя уверенно. Сил девушкам придавала победу над третьим лицеем в первый день соревнований. Однако соперники из 16-й школы с первых минут дали понять, что пришли за победой. Девушкам пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить преимущество до конца первой партии. Завершили ее со счетом 25-17 в пользу 10-й школы. Наша школа готовилась к этим соревнованиям давно. Я говорю, как сказал, уже мы ездили на серебряный мяч. Мы сыграли младшим школьным возрастом, 7-8 год, уже на перевесе города среди женщин. И заняли младший возраст, занял 5-е место. Вторая партия проходила на равных и завершилась со счетом 22-25 в пользу 16-й школы. Третья партия стала решающей. 16-я школа стремилась отыграться за проигрыш в первый день соревнований, а 10-я упрочить лидерское положение в турнирной таблице. С небольшим отрывом победу соперников вырвала школа номер 10. Сегодня у нас была очень напряженная игра. Наши девчонки старались. Мы прямо выложились на все 100. Конечно, мы чуть не проиграли, но с кем не бывает. Тренировались мы довольно долго. Все каникулы мы сюда приходили в 11 утра. Все, все тренироваться. Мы очень старались, готовились. На следующем этапе первенства города по волейболу девушкам из 10-й школы предстоит встреча с командой школы номер 14. Итоги состязаний подведут уже в эту пятницу, 8 апреля. Пока шесть команд школ города определяют финалистов, играя по круговой системе. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус это всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». 7 по 10 апреля там будет проходить медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России. В том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 апреля с 10 до 17.00. Нет возможности прийти, доставим телефон. Плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА